Ветер в лицо и проливной дождь. Ульяновск встретил блогера-велосипедиста Дмитрия Сметкина негостеприимно. Тем не менее, плохая погода не смогла испортить первое впечатление о городе. Мост выглядит очень потрясающе-потрясающее сооружение. И пока мы поднялись к отелю, увидел эти подъемы. И то, что вечером вчера поехали в магазин мыть велосипеды, показалось, что город вполне приличный. Тихий, спокойный городок. Ну, такой, как многие. Многие города домиллионники. На улицах мало людей было вечером. Достаточно спокойно и интересно. Ульяновск не первая точка маршрута на карте велосипедиста. За четыре года Дмитрий успел съездить из Москвы в Чечню, Крым и другие регионы. Свой путь он начал спонтанно, решив доехать до моря на велосипеде. А сейчас уже не может остановиться. Мне очень понравилось это делать. Мне понравился отклик от людей. Понравилось то, что говорят люди. И спустя, наверное, год я поехал в следующее путешествие. И после него моя сила утвердилась в том, что это нужно делать. И поэтому стал теперь повторять это из года в год, потом в год по несколько раз. И потом практически вообще перестал появляться дома. В велосипеду Дмитрия уже больше года. Вся экипировка собиралась постепенно путем многих проб и ошибок. Сейчас путешественник готов ко всему. Я распределил все так, как мне удобно. Распределил воду, вожу с собой насос. В этой сумке впереди у меня все, что связано с электричеством. Это банки-зарядники, это какие-то провода, несколько камер, несколько ГУПРО и так далее. Вот в этой нарулевой сумке, как бы это абсурдно так же не казалось, она очень маленькая. Но в ней спальник пуховый до нуля градусов и двухместная палатка. Все снаряжение весит около 20 килограмм. А вкупе с непредсказуемой погодой это делает велоспорт тяжелым и даже экстремальным хобби. Но несмотря на трудности, с каждым годом все больше и больше людей садится на железных коней и отправляются в заезды. С каждым годом я вижу, как это приобретает рост, потому что появляются выставки различные. Люди собираются, раньше собирались в кучке, сейчас уже в большие компании. В Москве устраиваются пробеги по 500 человек по городу. Люди становятся все более фанатичны. Дмитрий не собирается останавливаться на достигнутом. И в скором времени проедет всю Россию от одной крайней точки до другой.